Здравствуйте, друзья мои! В руках у меня книга замечательного русского писателя Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Эту книгу Василий Гроссман писал многие годы. Сам он прожил жизнь тяжелую, сложную. Ему не суждено было видеть выхода этой книги, этого текста. Он прошел Сталинград, он видел ужасы коллективизации, репрессий. И все эти свои жизненные опыты он запечатлел в своем главном труде. Я не буду рассказывать о содержании романа, это не нужно, многие из вас его читали. Но здесь есть одна строчка, которая способна затронуть любого мыслящего человека. Василий Гроссман приводит диалог двух героев, которые находятся в гитлеровском концлагере. И вот один из них, толстовец и конников, говорит, там, где есть насилие, царит горе и льется кровь. Я видел великие страдания крестьянства, а коллективизация шла во имя добра. Я не верю в добро, я верю в доброту. Я не верю в добро, я верю в доброту. Как это возможно? Разве это не одно и то же добро и доброта? Мы сейчас с вами попытаемся в этом разобраться. Мы знаем, друзья мои, что добро – это одно из имен Божиих. Но также мы это слово, это термин, понятие, категорию употребляем в нашей обыденной речи. Это категория этики и метафизики. Очень сложно определимая, но интуитивно мы все понимаем, где добро, где зло. В обычной жизни мы знаем, что есть добро для наших детей, то есть что для них хорошо. В этом смысле «хороший», перелагательный «хороший» или «хорошая», «хорошая». И добро в нашей обыденной речи и практике ежедневной жизни, нашей течении жизни совпадает. Мы знаем, что хорошо для нас, а что плохо, как поступать хорошо или как плохо поступать. Но очень сложно схватить добро само по себе. Что это? Каждый христианин знает, что Бог есть любовь, истина, добро и красота. Есть очень простой ориентир в жизни, как поступать по-хорошему, хорошо, добро, благо, как поступать. Апостол Павел говорит нам, что мы должны брать пример со Христа. Как Он в своей жизни поступал, как Он жил, как Он действовал, так и мы должны действовать. И именно это имел в виду персонаж Романа Гроссмана. Он выбирает между добром и добротой доброту. Но почему он подчеркивает, что нужно всегда быть на стороне доброты? То есть бескорыстного, доброго, человеколюбивого отношения к любому, человеку, который стоит на твоем пути. Почему именно так? Я думаю, что это след христианства, который несет в душе каждый человек. Доброта. Ведь добро – это чаще всего идея некоторая, ради которой мы иногда отказываемся от доброты. Чтобы поступить правильно, чтобы выбрать нечто доброе, нам иногда нужно принести какие-то жертвы. И жертвы это бывают довольно неожиданны. Вот в 1889 году в бедной гостинице на границе с Германией родился мальчик в бедной семье. Это была семья простого служащего, который путешествовал из области в область, его переводили с места на место. У него не было ни своей, как сейчас мы говорим, жилплощади, движимого имущества, очень мало. Но было много детей и мало доходов. Но мальчик был очень учтивый, воспитанный, он очень хорошо учился. Любил своего отца, маму любил, сестренку. Семья была верующая, и мальчик этот пел в церковном хоре в детстве, прислуживал священнику во время богослужения. Они были католиками. Когда ему было 13 лет, умер трагический его отец. И этот паренек несчастный рыдал в голос над грубым своего отца, с которым у него были какие-то несогласия, конфликты, но которого он горячо любил. Когда он стал подрастать, заболела очень тяжелая болезнь у рака молочной железы его мама. И он бросил все, чтобы ухаживать за ней. Она умерла. Им с сестрой стали выплачивать пенсию, и всю пенсию он отдавал своей сестренке младшей. Стал подрабатывать художником, писал картины, писал очень хорошо, хотел стать художником. Но тут началась Первая мировая война, его взяли на фронт, и ему пришлось перенести несколько ранений. Одно в ногу, и он его быстро перенес, как-то восстановился. Но второе происшествие его совсем выбило из колеи. Его художника накрыл взрыв бомбы, и он ослеп. Думал, что ослеп навсегда. Для художника это, конечно, страшное потрясение. Но его вылечили. Его вылечили, и он увидел, что война закончилась. Его страна, которую он очень любил, его народ, ради которого он готов жертвовать свою жизнь, был в жутком унижении после Версальского договора. Вы уже поняли, что я вам пересказываю очень кратко биографию Адольфа Гитлера. Учтивого и воспитанного сына, прилежного ученика, хорошего художника, любящего брата, и настоящего патриота, который желал добра своей отчизне. Это был человек, по-своему, бескорыстный. Его не интересовали какие-то мирские блага. Это был человек одной идеей. Это была идея добра. Он хотел увидеть рассвет своего государства. Он хотел увидеть надежду, радость и просто счастье на лицах своих соотечественников. Он не хотел горя приносить другим людям. Он просто так видел добро для своего народа. Поэтому, став в 1933 году канцлером Германии, он стал открывать концентрационные лагеря, уничтожать сумасшедших, душевно больных, больных детей, евреев, цыган. Потом развязал войну, унивший миллионы жизней ни в чем не повинных людей. Это все делалось во имя добра. И, дорогие друзья мои, это страшные вещи, конечно. Стоит ли об этом думать, размышлять? Я не призываю вас оправдывать Гитлера. Ни в коем случае. Зло должно быть поименовано злом и не ждать никаких оправданий. Но вот этот выбор между добром и добротой, он в жизни каждого из нас периодически возникает. Иногда наше религиозное рвение, наши какие-то идеи или представление о жизни наших детей, то есть, как я мыслю их добро для них, они могут совсем никак не согласовываться с естественной человеческой добротой, с христианской расположенностью к человеку. И поэтому мы должны себя всячески обуздывать, одергивать. Что я сейчас делаю? Я становлюсь маленьким Гитлером. У него, конечно, был большой размах. И он свою идею добра сумел воплотить в жизнь. Принести этой псевдо-доброй идее миллионы человеческих жизней. Принести горе почти в каждую семью в Белоруссии, в России, на Украине, по всей Европе. Миллионы человеческих жизней на его совести во имя добра. Вот и мы, друзья мои, когда выбираем между добром и добротой, пожалуй, выбор нужно сделать в сторону доброты и милосердия. Вот тогда мы будем со Христом. Вот тогда мы не ошибемся в том, что наше дело правое и в том, что мы на стороне Бога человеколюбцы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok